Всем привет! Настало время годного контента на ютубе, впрочем, ничего нового! И сегодня у нас продолжение рубрики распаковки адвент-календарей. Сегодня мы будем с вами распаковывать адвент-календарик от H&M. Я тебя обет ударила? А пальчик застрял, нет, у меня пальчики как-то просунула, я такая в этот бантик так залезла. Как ты думаешь, сколько стоил этот адвент-календарик, что там вообще внутри? Ну, слушай, знаешь, что это H&M, я люблю H&M за то, что он, в принципе, не сильно дорогой, поэтому я думаю, что, ну, где-то 1200, может быть, плюс минус. Ну, ты практически угадала, этот календарь стоил 1600 рублей. О, офига! Слушай, ну выглядит очень миленько, компактно. Он выглядит очень солидно и приятно, если бы мне такое подарили, я бы обрадовалась, но мне кажется, по крайней мере, вот так вот визуально взять и подарить это своей подружке на Новый год, это очень прикольно. Кстати, мы снимаем также видео, где мы обмениваемся всевозможными подарками, обязательно подписывайтесь на мой канал, на канал Тильки, и смотрите не только рубрику, но также и вот это, потому что мы там, конечно, да, нечего сказать, кроме слов. Ладно, я считаю, что мы должны приступить к распаковке этого календаря. Давай посмотрим его. Дерни за веревочку, двери откроются. Вау, розовый баминтик потрясающий. Ой, он как книжка. Ой, он прям приятный. Посмотрите, он достаточно лаконично выглядит, приятный, черный золотом. Слушай, что похож на часы какие-то такие вот. Да, да, есть такое. Ну что, по нашей традиции, давай, камень, ножницы, бумага. Раз, два, три. Раз, два, три. Да блин, вечно я проигрываю. Раздражаешь. Это хитерство. Кими Цена Ява. Мы будем по очереди открывать в этот раз? Или рандомно опять? Ребят, кстати, напишите, как бы вы хотели, чтобы мы дальнейшие календари открывали. По очереди или на полном рандоме? Как вам интереснее смотреть? Сейчас я предлагаю распаковывать по очереди. Давай. Потому что до этого мы распаковывали рандомно, а сегодня пусть будет по очереди. Тогда начинаем с цифры один. Один. Цифра один, это просто такая полосочка, которую я сейчас открываю. Ой, слушай, здесь какая-то миленькая маленькая штучка. Да. Слушай, ну опять неудобно немножко доставать. А, нет, достала. Ну, это размером с мизинец. Да. Я думаю, это какой-то блеск. Да, это блеск. О, это блеск. Ну, слушай, как он вкусно пахнет. Он очень вкусно пахнет. Блин, да реально. Он прям такой девчачий-девчачий. Он как-нибудь мелк шейк Макс Макдональдса. Только стой, ты помашь ее, может быть, он липкий? Ну, да. А цвет как? Первый, блин, так сказать, комом. Пока что мы не будем делать никакого вывода, продолжаем раскрывать. И я раскрываю следующую цифру под номером 2. Давай искать. 2, 2. Это миниатюра помады. Вспомни, как бахли туаль. Ой, литуаль, ребят, если вы не смотрели, как мы литуаль раскрывали, вы просто обязаны. Ну, вот это хотя бы... Ой, ну она ничего. Слушай, вы знаете, ребят, вот мы открывали косметику календаря литуаль, и там был пипец. Там была точно такая же помада по цвету. Но она была абсолютно прозрачная. Абсолютно. Это же она имеет пигментацию, поэтому я удивлена. В принципе, окей. В принципе, норма пойдет. Ну, да. Красный цвет, он в принципе, хороший. Его можно рассушевать, и будет нормальный какой-нибудь цвет. И румяшки можно сделать на глаза, если что. Так, цифра 3. Слушайте, здесь что-то большое. Давай. Наверное, тени. Либо тени, либо хайлайк. Ой, супер. Приколдес. Выглядит красиво. Вау-вау. Вот такая вот штучка. Какие-то прям... Ну, наверное, это тени с блестяшками. Это какие-то глиттерные штуки, как вот у Colourpop такие бывают. Вот которые у меня прямо сейчас на глазах. За счет того, что здесь крупные блестки, они скатываются. Их нужно на влажную основу наносить. Да, их нужно на влажную основу, на какой-нибудь блесток. Скорее всего, они все посыпятся. И, кстати, они достаточно острые. То есть вот у меня на глазах, сейчас посмотрите, да, типа, у меня вот эти вот тени, это Colourpop. И они тоже такой же структуры, но проблема в том, что они мягкие. А вот эти тени, они достаточно жесткие. И я, например, даже вот так вот сейчас на руку себе их наношу, они прямо покалывают. Я бы, наверное, не рискнула это наносить на веко. Ну да, можно потом в глаза попадет, будет больно. Приятно будет. Сто процентов эти тени прошли сертификацию, их можно наносить на глаза. Ну, потому что это все-таки H&M, а не какая-нибудь золотая контора. Цифра 4. Там что-то такое небольшое. Это бальзам для губ. Бальзам со вкусом апельсина. А, лучше закрыт. Еще и закрыт, но это прикольно. Ну, это да. Ну, вкусный хоть. О, он с блестяшкой. А, это с пальца. Господи, я думала, он с блестяшкой. Что такое? Он с блестяшкой. Не-не-не. Слушай, нормальный. Прямо по вкусу, как апельсин высок. Хочешь, можешь себе намазать. Он, типа, максимально норм, он не бесит, он не лепит. Так много не наноси, да, вот так вот чуть-чуть. Он пойдет. Вкусненький. Да, да. За 1600 рублей и ритуаль за 2000. Ага. На минуточку. Да, с ритуалей это пипец. С ритуалей был полный трэш. Там так ощущение, как будто косметика была испорчена, ребят. Реально, она очень была странная. Цифра 5. Ой, мне выпала моя, снова цифра моего ДР. Вааа. В смысле? Это, подожди. Что? Нет. Подожди. Нет. Не говори, нет, упаковки. Подождите, я должна сравнить, я должна принести. Упаковка, как в литуале. Просто у нас пакет с мусором литуаль лежит. Просто посмотрите на это. Оно реально. Что? Так а тут крышечка более хорошая. Ну, то есть какая-то более пластиковая, а здесь, я не знаю, пипец. Один в один просто. Они одинаковые. Но это тут, по-моему, это румяна здесь. Да, это по-любому румяна. Ну, у них как бы есть цвет, а не бестолковый. Они бестолковые. Плохой цвет, да. Бестолковый румяна. Но упаковка такая же у литуале и у Эйчика. Жесть. Ой, смотри. Что, что, что? По-моему, это глиттерные тени. Вау, выглядит очень красиво. О, это подводка. Вау. Это глиттерная подводочка. Блин, это прям, знаешь, это прям Новый год. Она тупая. А, плохо рисует? Да, она вообще не рисует. Короче, я не знаю, почему я не используюсь. Блин, мне такое разочарование на самом деле. Я так обрадовалась, когда ее видела. Вроде как-то красиво. Ну, типа, смотри, даже кольцо, Гене, тебе не нарисуешь. Я буду рисовать на большом пальце серебряное. В правой руке. Мне кажется, ей надо, знаешь, как рисовать? Постоянно окунать, и тогда хоть что-то получится. Вообще, подожди, даже нам кольцо отрисовать на этой руке. На большом пальце. Серебряное. Блин, я так сначала обрадовалась, теперь смотрю, и что-то как-то прямо аж грустно стало. Да нет, тебе, в общем-то, радоваться прямо сейчас надо. Почему? Не знаю. Ну, наверное, в комментариях тебе расскажут. Почему тебе надо радоваться? Ребята, расскажите только в комментариях, если вы понимаете, о чем я. На. А что мне так-то? Да все так. Да, в рот все так. Вообще, надо радоваться. Так почему ты сломалась? Я не понимаю, я не знаю, ты какой-то хрень заказала, я и сломалась. Я не понял. Что произошло? Открывай цифру всем. Да, делай так еще. Это, судя по всему, помада блеск, скорее всего, матовая будет, да. Да. Да, это матовая помада. На запах тоже вроде бы опять немножечко приятненько. Но цвет красивый. Я люблю такие цвета. Я люблю такие тоже. Слушай, ну, на самом деле, вот в этом есть смысл. То есть тебе такой помады, в принципе, ну, наверное, недели на две хождения, если ты будешь использовать, хватит. И если тебе она прям зайдет, ты просто потом купишь себе отдельно. В принципе, в этом есть смысл, потому что продукты хорошие. Потому что в ритуале, ну, это вообще... Да, там были почти такие же размеры, но они были гораздо хуже. Да, вообще жесть была. Номер 8, ребят, большая цифра. Слушай, это, кстати, не матовая помада, это такая... А, обычная? Да, блеск. И номер 8 у нас снова были глитерные тени, но это раз такого... Синие какие-то. Да, синего индиго цвета. О, нет, ладно, они дурацкие, извините. Они прям, они дебильные. Фу, и цвет отвратительный. Он вообще не такой, как здесь. Без пигментации вообще. Никакой пигментации, растушевывается. Гадко, запах я не чувствую. Может быть, он есть, но я не уверена. Ну, пахнет гуашью. С тыфра 9 мне снова попался какой-то тубус. Ой, это помада. У нас уже была, да, помада? Да, была. И мы ее обобрали. Красная, она, в принципе, понравилась. А вот, ну, прямо сейчас у меня на руке вот эта помада была. Че? Охренеешь. О, посмотри, какая красивая. Нифига. Это очень круто выглядит. Охренеть. Ну, она прям... Она очень красивая, да? Она очень какая-то фетишная. Это кинг-помада какая-то. Блин, у меня кинг-понюна. Она классная. Но я не знаю, это, скорее всего, просто блеск. Ну, да. Как бальзамчик, как блеск просто. Вот такая помада, но, блин, она очень красивая. Краш-краш, давай, тяни нового крашена. Цепер 10, да? С новой подводкой, походу, будет. Либо это блеск. Да, это реально блеск. Он вот такого вот не очень понятного оттенка. Реально непонятного оттенка. Очень странный. Ой, ну это так, знаешь, честно, наверное... Ну, это фигня, короче, да. Придать блеск. Цифра 12. 11. А, 11. И снова тебе достается квадратный день. О-о-о. На этот раз-то какие-то такие терро-белые какие-то тени. Шампанское. Да, но я думаю, что раз уж мы их тестировали все вот эти... Ну, да, тоже плохая пигментация, в принципе, как и у остальных теней. Даже сказать нечего. И, да, это снова помада, но, по-моему, она будет какого-то прикольного цвета. Мне кажется, или меня отсвечивает. Фиолетовый. Она какая-то коричнево-фиолетовая. Честно, я такие цвета люблю. Они мало кому идут. Это такой цвет даби, но мне нравится цвет даби. Красивый. Цвет даби офигенный. Это так правильно называется этот оттенок, Телька, я тебя учу. Цвет даби называется. Даби. Даби, даби, даби. Цифра 13. 13. Блин, да, снова мне попался квадрат. Ой, это очень красиво. Они очень... Ты чего? Нет, я не спорю, но это снова блестки. Офигеть. А что такие красивые? Это как у меня сейчас вот здесь беленькие. Кстати, да. Скорее пробуй, потому что мне очень нравятся. Это, кстати, даби, ребят. Это как, помнишь, мы с тобой брали вот эти золотистые? А это как в Кавы-Попе же, да? Да. Блин, нет, они отстойные, они ужасные. Это вот тоже вот, которые мы сейчас доставали ранее золотистые, они тоже вот такие вот колкие, очень колкие. Фу, зачем такие гадкие тени делать? Да, жаль. Жаль, жаль. Вот их надо было сделать поменьше вот эту вот хрень острую и жидкости добавить. Блин, очень жалко. Было бы классно. Цифра 13, мое число. О, давай. Where is 13? Так я 13 только что открыла. Эээ, ты открыл, мое число, бить. Мне так повезло, все, 14, супер. Блин, ну, 14. Ой, слушай, это красиво. Интересно, это подводка, блеск или что? Да, это айлайнер. Цвет-то красивый, но он, наверное, такой же бесполезный. А, нет, вот, кстати, вот этот, вот этот серебряного лучше. Рисуй себе новое кольцо. Нет, 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 это должно быть, на большом пальце должно быть только серебряное кольцо. Знаешь, что вы рисуй? Налев руке, ну, я просто нарисую тут какой-нибудь хрень. Нет, нарисуй здесь крест. Ну, слушай, это лучше. В принципе, да, этим хотя бы возможно что-либо нарисовать, в отличие от вот того серебряного. Хотя, мое кольцо очень хорошо затвердело, и посмотри, его прямо, у него затвердение произошло. Блески на Новый год, это актуально. Да, ну, это вообще потрясающе. Это классно. И цвет очень красивый еще. Подойдет под эту помадку. И он, кстати, под тебя подойдет. Если, прикинь, такие тени добавить, вообще так красиво было. Да, это, кстати, цвет даби, ребят. Под цвет даби очень хорошо подходят. Абу даби. Сейчас я добавлю сюда, типа, вот такие вот, как будто, знаете, это у нас швы. О, ну, красиво смотрится. Да, круто. Опять у меня что-то выпало квадратное. Я уверена, это тени. А мне кажется, это румяна. Да нет, это тени. Да нет, это румяна. Ну, где написано, блажь? Блажь. Блин, так, залинировали меня. Черт. Это румяшки, но мне кажется, они будут такие слабо пигментированные, не знаю, хотя, в принципе. Ну, никакие просто, я ничего не делала. Чуть-чуть, чуть-чуть есть, но нужно постараться, чтобы их нанести. Нет. Да, что ж. Не очень, не удались у меня, чекотей, ой, эти, господи. Цифра 16, и опять мы получаем помаду, походу, того же структуры, которая тут доставлена ранее. По-моему, даже того же цвета. Блин, слушай, знаешь, столько всего повторяющегося, хочется чего-то нового, да? Ну, типа, вот, можно заколочку было какую-нибудь там положительное? Ну, да. Все-таки это же чендем. Ну, лобка. Цвет охренительный. Ой, красивый. Ну, это не как тот, который я размазала, он более такой. Да, этот вообще цвет офигительный на самом деле, но прям хочется, конечно, чтобы здесь что-то досталось более непопытнее. Ну, давай дальше, короче, посмотрим. Цифра 17 не должна быть плохой, она лучшая. Ну, конечно, там, слава, будут тени, потому что... Нет, да-да-нет. Это, видимо, хайлайтер. Я же говорю, цифра 17, она должна быть крутой. I need a problem. Тебе нужна проблема? Нет, нет, не нужна. В этот раз это, скорее всего, хайлайтер. Да, надеюсь, он будет не отстойный, потому что цифра 17 не должна подвести. Да, он, он отстойный. Он просто ужасный. Он полночку. А еще он расплавился? Что? Ребят, он расплавился, типа, серьезно. Может быть, я просто горячая? Да-да, ну... А, нет, ладно, это... Он нормальный, ты чего? Посмотри, так как его просто стремно нанесла. Нормальный нанесла? Посмотри, нет, посмотри, как у меня он, он блестит прям. У меня вот, тоже блестит. А, может, не просто освечивает? Может, просто освечивает, скорее всего. Типа, нет, нет, он нормальный. Он, скорее всего, не будет хорошо держаться, потому что я прям это чувствую, что он слишком течный. Растечет. Как омега в омега-версии. Вот, ну как бы, да. Не, ну, он почему-то расплавился, да, но, наверное, потому что он такой жидкий. Он реально расплавился. Я первый раз вижу, чтобы хайлайтер расправился. Давай, цифра 18, special for you. Блин, не та цифра. Ну, извини. Ой, там еще зеленая. И снова мне выпал бальзам для губ со вкусом яблука на этот раз. О, слушай, я люблю бальзамы с яблоком. Должно быть вкусно. Да, но у меня уже есть апельсиновые, так что они будут уже есть. Ну, у меня тоже есть. Так что просто посмотри, он выглядит прикольно, его нужно открывать. Ну, надо открывать. Блин, вся моя рука вот в этом вот во всем. Я не открою. Ну, забей. Все. Просто представьте запах яблока и... Яблочного сока, скорее даже, да. Ну, что ж, тебе представят цифры 19. 19, а где она? Вот она, это что-то опять тоненькое. Ой, снова помада. Очередная помада. Ну, неинтересно уже. Хочется чего-то более-более любопытного. Хотя цвет красивый. Я ее туда положила. Ну, да. Это очень приятно. Ой, красивый. Хороший, хороший, хороший цвет. И 20, это у нас снова помада. Фукси какая-то, да, судя по всему? Да, самая обычная фуксия. В принципе, ну, пахнет она тоже какой-то вот этой вишенкой. Нормально, приятно. Попробуем. Ну, и по цвету она тоже такая же пигментированная. Честно, ну, в этой помаде есть смысл. Хотя бы пигментация есть, да. В этой помаде есть смысл. Снова квадратик. Я даже не знаю, что. А, судя по всему, это опять блестки какие-то. Это металлик тени по виду. Посмотрите, они очень красивые. Это тени металлика. Они выглядят или выгодно? Надеюсь, нехорошие. Опять, опять вот эти большие блестки. Опять большие блестки, да? Опять. Нет, это другие, это металлик. Это металлик. Посмотри, посмотри, вот на эти блестки и вот на эти. Ты пальчиком потрогаешь. Посмотрите, ребят, ну, это просто. Сори, Тилька, я должна была тебя перебить, потому что иначе никак. Но это просто же, это вообще огнище. Это реально очень круто. Они прям мега потрясающие. Знаешь, эти тени чем отличаются? Они лучше ложатся. Они, типа, вот если эти кладешь, они просто как тени кладутся. Да, а этот размазывается. А этот размазывается, да. Он более влажный. Кстати, мне кажется, очень красиво будет, если вот когда-нибудь сюда вот такие тени намазать, типа, к Новому году. Знаешь, я не мазала, я просто показывала. А нет, я даже вон, у меня остатки там прям видны. У тебя прям уж блестит. Вот это, наверное, вещь мне нравится пока что больше всего. Да, это самое топовое из этих блесточек, оказалось. Итак, ребят, дальше нам предстоит с вами открыть цифру 22. Вот она. Остается не так много в календаре всего. И, да, снова, блин, помада. Я не думаю, что буду ее мазать, потому что, в принципе, просто... По-моему, этот цвет такой же, как вот этот. Нет. Нет, чуть-чуть светлее. Это светлее розовый. Ну, в принципе, помада нормальная, мы уже определились. Поэтому открывать цифру дальше. 23. Снова красный блеск для губ. Здорово. Красный блеск для губ. Я даже, наверное, не буду открывать. Да забей. Тут все понятно уже, да. Сейчас 24. По идее, самая крутая вещь в этом календаре должна быть именно здесь. Я не думаю. Я открываю. Понятно. Все по твоему лицу стало понятно. Что это? Ваше предположение, господа и дамы. Я думаю, это тени. Да, это тени. Абсолютно такие же тени, только золотистые. Цвета. Пань. Может быть, они такие же хорошие, как серебристые? Нет, они еще и вот эти вот, которые нам не понравились. Но вот как это работает? Почему одни вот эти серебристые так классно легли, а вот эти все так уродски легли? Пипец, ребят. Ну, короче... Просто вот сравни. Вот смотри, как вот легли эти тени. Да, и вот эти вот. Посмотри, они вообще фигня фигней. Короче, честно скажу, это не самый худший адвент календарь. За эти деньги здесь реально много чего можно использовать. Это приятно. Хотелось бы больше разнообразить. Например, карандаш для глаз, для... Ну, да, блин. Чего-нибудь еще. Может быть, аксессуар. Заколочки какие-нибудь, да. Какие-нибудь носки на 24 номер. H&M может себе позволить положить. Ну, в целом неплохо, но очень не разнообразно. Так что, если хотите подарить, в принципе, можете, но... Типа будет норм просто. Да. Что ж, обязательно смотрите другие видео с распаковками адвент календарей. И всем спасибо за просмотр. И всем пока-пока. И сегодня мы с вами будем делать распаковку адвент календаря от Литуаля. Что, бабка, привет? Нет, это не бабка, это пи***ец. Блин, а вдруг у меня кожа аллергия пойдет? А что, если я умру, ребят? Здоровая погибшая.